У тебя кусочек отрываю? А, уже? Друзья мои, всем привет. Если вы меня слышите и видите, значит вы на Ивлев Шеф Ченнел. Отгремели шумные новогодние праздники. Время восстанавливаться. Ведь многие из вас давали клятву. С 1 января начну новую жизнь, пойду в спортзал, буду меньше жрать, буду бегать, еще чем-то заниматься. Ну что, было? Было. А потом, вы думаете, нахрена я обещал, что с 1-го? Надо было обещать со 2-го, 3-го. А нафига я обещал со 2-го, 3-го, если каникулу до 12-го или до 10-го, не помню точно. Надо восстанавливаться. И, как всегда, иногда готовитесь с того, что есть, соответственно, в холодильнике. В новогоднюю пору мы всегда покупаем, а точнее забиваем холодильники продуктами. И чтобы ничего не выкидывали, деньги-то вы потратили, заработанные, надо это теперь перерабатывать в еду. И сегодня я хочу вам показать один удивительный салат, который можно есть круглые сутки. Свежие овощи, какие у вас есть. Ну и, конечно, ее величество, курочка. Многие же натягивают на кефирную бутылку эту курицу и запекают в духовке. Либо просто запекать. Я вот тоже вот как запекал, только крылышки съели. Больше ничего. Но выбрасывать-то не алё. Поэтому будем сейчас с вами делать салат. В первую очередь грудка, она всегда такая сухая. И мало кто знает, а что же сделать, чтобы она была прям сочная-сочная. Надо подписаться на Ивлев Шевчанал, и вы будете владеть самыми яркими, самыми вкусными, недорогими, но безумно интересными рецептами. Уриная филе, видите, запеченная курица. Главная задача просто-напросто разобрать на такие вот небольшие волокна. Мы же превращаемся в бабушек, в дедушек всё болит, потому что нихрена не делаем. Валяемся у телевизора. Мне кажется, процентов 10 людей ездят на какие-то горькие, ходят на лыжах по лесу. Остальные, мне кажется, просто тупо чилим дома, да? Ребеди, напишите, пожалуйста, вообще в своих комментариях, а что вы делаете вот в эту пору, когда от Нового года мы живём до старого Нового года. За самые интересные истории, как всегда, от меня будет что-нибудь интересное из ассортимента моих магазинов и в шеф Бивай Хом Китчен. О, Рич проснулся. Скоро мы этому старичку добавим девчушечку. Ника растёт, подрастает. Рич, он уже не успевает за Никой. Она вот здесь как за крочок схватит, носит, он орёт, как папуа срезанный. Так что взяли мы Никуле собачку. Расскажу потом, какую. Здесь интересно. А вообще, если хотите, можете оставлять в комментариях, есть ли у вас догадки, какую собаку мы взяли в дом. Курицу разобрали. Вот это оставляю, потому что ещё миллион рецептов есть очень интересно. Теперь идут самые хрустящие и свежие овощи. Лучше всего взять сладкий перец. Реально, самый хрустящий. И теперь стараемся также тоненько, просто-напросто нарезать. Всё выкладываем на курицу. Кстати, в этот салат, помимо классических овощей, как сладкий перец, огурец, здесь у меня нету томата. Хочу использовать томат для этого салата. Сюда можно ещё использовать хрустящие овощи, такие как брокколи, цукини, он же кабачок. Так что, если они у вас есть, не стесняйтесь, добавляйте их свежими. А почему свежими? Потому что мы их потом будем заливать раскалённым растительным маслом. Как это будет? Смотрим до конца и всё узнаем. Есть. Положили. Теперь добавляем свежий огурец, красный лук. Лука вообще, чем больше, тем лучше. Вкусный, а самое главное полезный. Можете также и чешнок бомбить. Разложили его, но вот так вот выкладываем. Теперь, конечно же, это кинза. Кинзу лучше всего вот такими вот крупными кусками и вот так вот поверх всё это кладём. Можно добавлять сюда зелёный лук, редиску, чего есть в холодильнике. Помидоры не кладу, потому что ещё раз объясняю, они дают кислотность. Что теперь я делаю? Включаю плиту и здесь у меня масло. Я ставлю это масло разогреваться. Тем временем для насыщенности орехи это энергия, а у нас её в этот период очень мало. Не хочется двигаться. Орех даст возможность хоть как-то ощутить гибкость в теле. Конечно же, ещё добавляем кунжута, устричный соус. Много не надо, а всё должно быть в меру. Небольшое количество соевого соуса. Я очень люблю, вы об этом знаете, настоящее кунжутное масло. Такое прям, чтобы оно прям было огонь-огнище. Я не добавляю перец, но при этом добавлю небольшое количество соли. Прямо сам малость. А теперь ждём, когда у нас разогреется масло. Вы помните, как я вас учил понимать, когда разогретое растительное масло? Хотите от меня выиграть офигенную блинную сковородку от Ивлев, шеф Бивай Хоп Китчен? Первые трое, кто напишет правильный ответ, оставит их в комментарии, тут их получит. Итак, вопрос очень простой. Как определить, что масло разогрелось и готово к работе? Друзья, всех с наступившими праздниками! Уже в конце января выйдет в продажу моя кулинарная книга, в которой собраны 50 самых популярных и ваших любимых рецептов простых и вкусных блюд по-ивлевски. На каждой странице, помимо текста и иллюстрации, есть QR-код с ссылкой на видеорецепт. Уже сейчас вы можете оформить на неё предзаказ и получить книгу одним из первых. Я лично подпишу каждую. Оформляйте предзаказ на ivlevchefbooks.ru. И, кстати, оформить доставку можно в любую точку мира. И вот масло у нас разогрелось. Смотрите, что я делаю. Видите, он сейчас начинает слегка всю эту историю прожаривать. А вот теперь берем две ложки. Это не оливье. Его не надо мешать, как оливье. И вот так вот снизу вверх начинаем, соответственно, мешать, мешать, мешать. Ароматика Ребзи просто сумасшедшая. Для чего поливается маслом? Ну, для того, чтобы овощи стали слегка мягкими, но при этом остались хрустящими. Слишком много. Видите, не надо. Всё должно быть в меру. Пробую, а дальше делать техники. Сухая, как и положено в природе, куриная грудка превратилась в что-то фееричное, сочное. Не верите? А вы попробуйте приготовить. Я уверен, приготовите. И никогда потом не будете делать другой салат. Ну, что, друзья, вот такой шикарный салат даст вам возможность очень быстро войти в правильный режим. Салат относится к паназиатской кухне, поэтому, конечно же, я у Ники стыбрил обучающие. Палочки нифига не мне не подходят. Будут такими есть. Вообще советую салат есть палочками, но если кто не умеет, ничего страшного. Берите и ешьте классический. Фантастика. Советую обязательно приготовить. Оставляйте ваши комментарии. А пока, пока.